Алексей Арестович, военно-политический обозреватель. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, Алексей. Очень рады снова видеть вас в нашем эфире. Ну и тема, первая тема, которую мы сегодня обсуждаем, она у нас самая горячая, и хотелось бы услышать вашу реакцию. Это визит делегации Хамаса в Москву. Просто те последние сторонники нейтралитета по отношению к России уже все, уже замолчали, опустили руки. Как вы это бы прокомментировали, Алексей? Ну, Путин выбрал сторону. И настойчиво проводит ее в жизни. Сторона эта была выбрана в рамках логики, условно говоря, Сизла, Хеньян, Пекин, Тегеран, Дамаск, Москва. И он верный своим союзническим обязательствам, честно, поддерживает людоедов из Хамас, которые натворили Израиля. Не будем говорить, что. Все и так знают. Ну, как бы для человека, который сначала дал звание гвардейское, 64-й мотесылковой бригаде, которая то же самое делала в Буче, державным образом ее одобрил. Это неудивительный поступок. Поэтому все в рамках заданной логики, логики, которую он проводит в жизни, все предельно логично. Ну, а Израиль, как бы, поздравляю с прозрением относительно того, кто такая Российская Федерация, возглавляемая Владимиром Путином. Да, да, это... Мы-то давно это знали. Действительно так, и мы... Для правительства, для нашего, это, наверное, стало откровенно. Да, часть людей заблуждалась, да, мягко сказать. Мы очень критиковали наше правительство за то, что он не поставляет оружие Украине, а вы, кстати, всегда наше правительство защищали. Дело же не в оружии в Украине. Дело в том, что в позиции, которые занимал Израиль. То, что он не поставлял оружие, это часть только проблематики, и в достаточной степени она была верна, пока позиции не определились железно. Вот теперь, когда она определилась, вот теперь мы посмотрим, как себя будет вести израильское правительство. А пока была возможность лавировать в израильских условиях, можно было лавировать и нужно было лавировать, ну и хорошо лавировали. Но, как бы, Натаньягу с ленточкой на Мавзолейши не скоро забудут, правильно? Да. И в первую очередь не скоро забудет его Русская улица. Потому что даже Алия, которая из России приехала, большей частью она шокирована тем, что делает Путин. Да, да, да. Как бы, да. А тогда сразу взгляды на свою правительство. А вы там как? Так, все еще балансируем все еще. Этот самый, тут уже пора. Дело в том, что не Израиль выбрал сторону. Израиль долгое время мог маневрировать, но его же Путин выпихнул на сторону противоположную России. Но это немножко удивительно в связи с тем, что у него очень много близких друзей евреев. Не, ну мы в очередной раз обсуждаем, рационально или нерационально ведет себя Путин. Мне кажется, что после того, как он начал вторжение. Это же классическое начало, как это, любого антисемита. Как у меня, я не, я к евреям хорошо отношусь, у меня даже друг еврей есть, но бесконечные антисемитские высказывания Лаврова и Путина, это что, как это квалифицировать было? Все. Теперь он пригласил Хамас. Даже Эрдоган выпихнул Хамас. Ну, не стали принимать их на государственном уровне. При том, что Эрдоган заявил, что он не считает Хамас террористами. И там всячески напрягает отношения с Израилем, демонстрируя там пан-исламское единство. Но им не пришло в голову принимать их на правительственном уровне. Путин, ничтой разумнявшийся, взял и принял. Ну, то есть он принял убийц ваших детей, ваших матерей, ваших солдат, ваших девушек и так далее, и так далее. Людей, переживших Холокост. Что еще нужно, чтобы понять, с кем вы имеете дело? В лице Путина. Алексей. Да, ну, как бы это риторический вопрос. Вы это все прекрасно понимаете. Это я к тем, кто, вот как бы там, это к тем, кто из правительства попытается сделать вид, что не пришло время занимать позицию уже после этого. Не-не-не, я думаю, что уже никто из правительства, все уже, по-моему, это понимают. И особенно после того, как есть отчет о том, что Дидос-атака, скорее всего, была организована Россией прямо вот в момент. С 7 октября. 7 октября в 6.30 утра. Алексей, вот вы после, сколько уже, годы, 8 месяцев войны в Украине. Вот просто очень интересно услышать вашу точку зрения. Ну, во-первых, по поводу высоких ожиданий. Я надеюсь, что наше правительство оправдает ожидания, но с самого начала планка ожиданий была самая-самая высокая. Мы уничтожим Хамас, мы освободим заложников. Сегодня уже приходит понимание, что это не вполне реально сделать и то, и другое вместе. И поэтому реальные результаты, возможно, будут скромнее. Но вот правительство залезло на самую высокую ветку в этом. И, ну, я надеюсь, что оно оправдает ожидания. Но то же самое было в Украине с самого начала, как только удалось дать отпор. И я могу сказать, что сегодня тоже, вот я слышал, вот мы им сейчас такое покажем, чего они еще никогда не видели. А что мы, собственно, им покажем того, чего они не видели? Ну, наверное, все то же самое, что они видели, может быть, более интенсивно. Но, как всегда, у военных возможностей есть свои ограничения. Вот что вы думаете по поводу ожиданий? Ну, тут уже Израиль не до конца субъектен, как не до конца субъектна Украина. Потому что немедленно включился Байден в ситуацию. Приехало две авианосно-ударные группы, которые, честно говоря, у меня ощущение, что они где-то и за Израилем присматривают. А не только за Ираном, их избавило. Ну, кроме того, да, западное правительство, они зависят от проблемы заложников. Потому что ни один американец, американский президент и вообще политик не сможет сказать своему народу, вы знаете, мы так решили поддерживать Израиль, а что решили грохнуть там 20 американских заложников, которые там есть. Ну, а что делать? Так получилось. Понятно, что Хамас сделал очень выгодный ход, захватив заложников. Причем заложники граждан очень разных стран. И несмотря на то, что туда перебрасывают страшные немецкие спецназы, все остальное, ну, мы же понимаем, что торговля заложниками будет затягиваться долго-долго и долго. Кроме того, вопрос, перспектив возможной большой войны на Ближнем Востоке. Это тоже все сдерживает, и все это накладывается на фон противоречием очень высокой планки, которую поднял Натаньягу и вообще израильское правительство, заявив, что мы сейчас как покажем, как уничтожим, и вообще Хамаса не будет как такового. И большинство итархитян в это действительно верят. Действительно в это верят. А теперь давайте посмотрим, какой день уже после захвата заложников. 20-й, что ли? 21-й. Ну, как сказал Давид Гендельман, он сказал, понимаете, собака, которая натворила беды, ее надо сразу ткнуть мордой. А то она через пару часов уже не понимает за что. А тут 20-й день. То есть Израиль позволил себе, с моей точки зрения, втянуть в очень долгую полемику относительно целей, места, операции, проводить, не проводить, заложники, вода, перевода и так далее, и так далее. Зы еще говорил, война любит быстроту и не любит затягивание. Потому что во время затягивания противник, который сначала был ошеломлен, приходит в себя, появляются возможности, союзы, игроки осознают свои интересы, они все так однозначно успевают заявить ООН, Лига Арабских Государств, Евросоюз и так далее, и так далее. Все успевают заявить. И Израиль, который поднял такую планку, начинает вязнуть в путанице всех этих вещей. А при всем уважении к мощи израильского государства и единства его народа, ну, не является Израиль страной, которая может вот так вот спокойно положить вообще полностью на общественное мировое мнение, потому что оно очень связано зависит от Европы, Запада. Алексей, но при этом нужно же время на подготовку. То есть армия должна собраться, должно быть пройти слаживание резервиста и все это. Ну, то есть должна быть проведена подготовительная работа. Война – это продолжение политики. И политика должна диктовать военную. Иногда военные должны диктовать собой некими военными принципами ради политики. Понимаете, вот фон общий какой-то. Здесь речь не о принципах, здесь речь о человеческих жизнях, а в Израиле каждая жизнь каждого солдата ценна. Я вас уверяю, что это же обоюдоострое вещь. По мере того, как Израиль проводит формирующие операции в Газе, по мере того же и Газа готовится к отражению израильского нападения, они тоже несят слаза руки. Они вам доминируют там дополнительные дома, много чего, готовят всякие разные сюрпризы. Не бывает ситуации, когда вы готовитесь, производите формующие операции, а противник не готовится и не производит этих операций подготовки. Он тоже готовится. И за это тоже заплатят жизнь у израильских солдат. Должна быть какая-то мера. Понимаете, даже с точки зрения информационно-психологической борьбы, такие заявления, мы сейчас вас нахрен уничтожим, должен иметь наращивание усилий. Понимаете, даже картинку нужно показывать наращивание усилий. Бомбим, 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 бомбим. Заявляют страдания мирных жителей, мирных жителей, мирных жителей. Что дальше? Ну, понятно, что сейчас идут переговоры, сейчас заложников освобождают. Но, понятно, что мало что можно сделать. Но мы говорим о том, как это выглядит сейчас со стороны. А со стороны это выглядит так. Израиль потерял инициативу. Он ею не владеет. Владеют инициативой американцы, владеют инициативой те, кто давит на Израиль со всех сторон, европейцы и прочие международные организации. Даже студенты Гарварда владеют инициативой. А Израиль отрабатывает повестку, связанную с тем, что он бомбит газу для того, чтобы подготовить ее к наземному вторжению. И может ли Израиль себе на данном этапе позволить потерять инициативу? У меня очень большой вопрос. Он должен был предпринять, на мой взгляд, разнообразное действие. Например, дипломатические инициативы и Димаш. Израиль отбивается. Это очень плохая история, потому что Суворов Александр говорил, всегда бей, никогда не отбивайся. И понятно, что в условиях коалиционного правительства, когда висит вся коалиция на трех депутатах и так далее, на Таньяку очень трудно. Но мне кажется, что понимаете, это то, что в Украине произошло. Война может управляться, как и мир, либо смыслами, либо эмоциями. Израильское правительство позволило себе управляться эмоциями на некоторое время. Потому что нет генерального смысла, нет генерального ответа на вопрос, что делать с газой. Точно так же, как у нас нет генерального ответа на вопрос, что делать с Россией. Ну, и у Запада нет. Нет ответа. И вот эта неспособность и Украины, и России, вернее, и Израиля, и западной цивилизации дать ответ на конечные цели своей политики, не делает нас объектами процесса. Нас играет Российская Федерация, вас играет Хамас, США, Европа, и там арабские соседи. И это плохо. Инициатива у противника не у нас. Попытка перехватить инициативу, вот в нашем случае контрнаступление провалилось, теперь мы в обороне сидим. А вы еще не начинали, но уже в обороне. Вы, ну, понятно, что жестко реагирует израильное заявление у Гутиреша, там израильский посол в ООН показывает камень и так далее, но это все отбиваются. Это мы не бьем, мы отбиваемся, понимаете. И вы, и мы. И это плохо. Надо срочно перехватывать инициативу и навязывать свою повестку. Это не обязательно, не медленное начало наземной операции, но это означает, например, дипломатические действия Димаша. Выход из ООН? Ну, надо думать, надо искать варианты. Ну, нет, я не думаю, что Израиль выйдет из ООН, хотя он никакого смысла не имеет. Израиль не выйдет из ООН, это неразумно, но, например, инициировать заседание какое-то там международное, обратиться в ГАГу по факту военных преступлений. Надо все время атаковать. Это же петля Бойда. Вы знаете, как она работает? Ну, расскажите. Ну, Бойд, это американский летчик, который воевал в Корейскую войну. А там произошла такая штука, самолеты стали реактивными, и порог вот этой скорости, который был 650 у поршневых самолетов, а потом вдруг стал 850, 900, 950 у реактивных, 200 километров вот этих добавленных оказались за порогами физиологии. То есть, летчики начали реагировать на сближение самолета. Ну, другая логика воздушного боя. И получается как? Ну, вот один пилот заметил первого, да, и начинает, предпринял решение, принимает решение зайти ему хвост. И второй, если в этот момент, вот он должен очень быстро принять решение. И если он не принимает решение, а первый, который принял решение, принимает раньше его, второе уже, то после третьего принятого решения вот этим пилотом, этот уже его не догонит. Потому что он должен заново оценить обстановку, когда этот сменил маневр, принять решение все это время. Тут еще это называется опережение по петле бой, да, в Америке это крайне популярная вещь от бизнеса до армии, там, например, младших командиров, да и старших очень учат агрессивно идти по петле бой, да, все время принимать новое и новое решение, чтобы противник отставал, и в конце концов терял инициативу и был размазан. Инициативы могут быть какими угодно. Поставить вопрос о выходе из ООН. Не выходить, а поставить вопрос. Собрать заседание Совета безопасности и Генассамблеи, поработав с этим самым. Обретиться в ГААГу по поводу военных преступлений. Потребует создать отдельный трибунал по преступлениям Хамаса на юге. Отдельный международный трибунал. Все виды... Нанести превентивный удар по Хизбалле. Да, ну, по Хизбалле там работают, предупреждаю, что не надо. Работают по рапортам Дамаска и Алеппо, не давая иранскому министру на страну на дел приземлиться, нанося удары по конвоям. В общем, комбинация военных, информационных и прочих средств должна постоянно опережать аналогичные действия противника. Хамасом принято пренебрегать. Но посмотрите, как он играет на информационном поле. Классический. Плюс вот этот вот инцидент, или катастрофа, или трагедия, как хотим назвать ее, в больнице, где записали 800 погибших, сколько там погибших, неизвестно. Десятки. Ну, все записали, да, десятки. Не больницы, а парковка возле больницы. Правильно, насколько я понял. Да. Но Израиль записали уже во враги, в негодяи и сволочи, да, все, и так далее. Это тоже яркий пример потери инициативы. И, ну, надо как-то собираться израильскому правительству, мне кажется, и начинать перехватывать эту инициативу. Вы знаете, Алексей, вот следствием этого инцидента на парковке около больницы в Газе стало то, что, например, сегодня, по-моему, на BBC, значит, было интервью с одним из представителей Политбюро Хамаса, и ему стали задавать вопросы о резне, которую они устроили. И он прервал интервью, снял микрофон, сказал, что он не хочет больше разговаривать. Что-то поменялось вот в BBC? Нет, ну, понятно, что и резолюция Евросоюза была очень жесткой, антихамасовская. Куда были жесткой, чем это рассчитывал Хамас и его товарищи и спонсоры. То есть, однозначно заняли сторону Израиля. Я вам больше скажу, в Европе демонстрации про палестинские очень жестко блокируют полицию. Крайне жестко, я такого не ожидал. То есть, 100 симпатий, по крайней мере, вначале были на стороне Израиля максимально. Ну, смотрите, вот давайте посмотрим на Украину. Украину принято критиковать, даже я критикую действия властей, ну, за свои у нас там недостатки. Но смотрите, вот завтра на Мальте формула мира. Это очередное заседание на уровне политических советников, которое мы проводим. Перед этим оно было в Джиде и так далее. Мы теребим международный трибунал. Мы требуем там, значит, оценки. Создаем суд. Хан приехал. Международный суд в ООН, Международный суд в ГААГе криминальный. Генпрокуратура работает, создаются совместные группы и так далее. Мы постоянно теребим, заявляем, заявляем. Более-менее удачно и так далее, и так далее. Но, понимаете, нас трудно игнорировать. Можно говорить о том, что у нас тоже не много смысла, а много эмоций. Но мы, по крайней мере, на уровне эмоций делаем множество действий, которые не позволяют забыть про Украину. И постоянно ставим вопрос о том, что вот рассмотрите нашу формулу мира. Хорошо, вы считаете ее недееспособной. Давайте вступим в дискуссию. Нельзя давать забывать, надо атаковать. Мне кажется, что израильское правительство сейчас ведет такое количество кулуарных переговоров, начиная с ближайших союзников, потому что ставки крайне высокие. Большая война на Ближнем Востоке, как минимум. Что и консультации с правительствами арабских стран, что забывают про внешнюю составляющую. Может быть, не хватает ресурса. Просто в сутках 24 часа премьер может, и его помощники могут не справляться. Для этого надо создавать дополнительные группы, МИД и так далее. Мне кажется, надо атаковать, атаковать, перехватывать инициативу, перехватывать повестку и так далее. Да. Потому что, да, ну иначе просто враг выиграет по причине того, что у них миллионы, у них там десятки голосов, а от Израиля 2-3 звучит. И то в рамках протокола заседания ООН, там еще что-то. Я не знаю, Израиль инициировал заседание ООН по факту геноциды еврейского народа, который предпринял Хамас. Ничего не инициировал, Израиль только отбивается. Да, это же как бы не очень хорошо. Бей, никогда не отбивайся, старая истина. Там еще не все согласны вообще. Не, ну Гутерриш уже определил свою позицию. По-моему, уже после этого ехать дальше некуда. Алексей, вот интересна ваша точка зрения по поводу того, что такое картинка победы. Вот в Украине тоже этот вопрос так и не решен. Вот, допустим, выйдете вы на границе 91-го года, а что дальше? Если война на этом не закончится, что будет дальше? Будет ли это победой, или Украине надо будет брать Москву для того, чтобы победить победу? Вот у нас тоже сейчас картинка победы, это флаг над Рейхстагом, это флаг над больницей Шифа в Газе, над последним бункером. Что дальше, мы тоже не очень представляем. Вот что вы думаете по этому поводу? А я думаю, что решение не будет найдено на данном этапе. Оно будет найдено ситуативно, варианты должны быть, переговоры ведутся, и они ведутся. Скорее всего, надо ставить этот самый флаг над последним бункером и победить по принципу победы американскому Второй мировой войны. Это когда все солдаты противника убиты, а все его вещи поломаны. И когда это произойдет, сказать, вы знаете, мы готовы к широкой дискуссии по поводу дальнейшей судьбы ГАЗа. Вот у нас появилось настроение дискутировать. Правда, подобно ли это картинка? Хорошо, а что дальше? То, что израильская армия технически может это выполнить, я уверен. Но вопрос только в том, что... Ну, хорошо, вот понимаете, что такое? Хамас слабейший противник из противников Израиля, существующих. Если не уничтожить Хамас, не показать, что бывает за нападение на израильтян, все остальные скажут, опа, Хамас слабейший и у него получилось, а мы-то посильнее. Так у нас точно получится. И все. Теперь урок должен быть настолько показательный, чтобы остальные содрогнулись. Не повадно было. Все, что угодно, но только не нападение на Израиль. Давайте искать другие способы. И так далее. У вас выхода уже нет. Вас загнали в ловушку. Хотите вы, не хотите, вам придется добивать Хамас в ноль вообще. Просто в ноль. И не наземную операцию проводить, а подземную операцию в Газе проводить. И если вы этого не сделаете, будет намного хуже. Сразу говорю, будет хуже. Не сразу, возможно, но хуже. Поэтому добить вообще ничего, чтобы там не осталось от этого Хамаса. От Хамаса, подчеркиваю. Мирных жителей надо беречь до последнего. Это способно заставить отказаться от своих планов. Ведь мы все прекрасно понимаем, что это все план Ирана. И они хотели уничтожить Израиль путем развязывания такой войны на сразу же несколько фронтов. Вот один фронт они развязали, а дальше смотрят. И если мы действительно разберемся жестко, как это должно быть с Хамасом, то Иран может приостановить свои замыслы? Не, он просто даст команду Хазбале воевать. Надо будет просто разобраться с Хазбалой. Какой у вас вариант? У вас выхода нет? Выхода у нас нет. У вас просто нет выхода, да? Да, но если Израиль сейчас повесит свой флаг над последним бункером, потом через какое-то время без всякого политического соглашения оттуда просто уйдет и скажет, делайте, что хочешь. А не надо уходить. Надо ставить нормальные оккупационные войска, начать заботиться о мирных жителей, давать им водичку, свет, лечить и так далее. Приглашать корреспондентов, показывать, как израильские медики спасают арабских детей. И действительно нужно спасать, а не только показывать. Параллельно брать за шкирку Аббаса, ООН, ЕС, вводить миротворцев, строить им лагеря беженцев. В общем, заниматься всем этим, чтобы не употреблять крепкие слова необходимыми мерами в рамках тех законов, которые существуют в сегодняшнем мире. Но все должны очень четко понять, что тот, кто тронет Израиль, тронет трех дней и не проживет. Потому что Израиль 70 лет существует, у него два раза по 35. 35 лет первым он жил по этому закону, а вторые 35 решил попробовать иначе. Но, может быть, мы немного потерпим, пока нас взрывают, закидывают камнями, убивают и так далее, в надежде на мир. И несчастные 95% палестинцев, которые заложники, 5% террористов, вот они больше всего хотят работать в Израиле, научить еврит и никогда больше не посмотреть криво ни на одного израильтянина. Но не вышло немного, правильно? Поэтому надо искать третий путь. Третий путь должен быть комбинацией, как апостол Павел говорил, извините за цитату, христианина в израильском эфире, надо быть мудрым, как голуби, вернее, простым, как голуби и мудрым, как змеи, сочетая в себе и картинку, даже, давай, правильно, вот израильский самолет, вот высокоточные бомбы уничтожает начальник разведки Хамас, вот тут же израильские врачи поднимают на руки палестинских детей, там, да, спасают, лечат и так далее, и так далее. Опять же, у вас была... Ну, Алексей, а вы знаете, что, к примеру, во многих израильских больницах прямо сейчас, и в том числе и 7-го числа находились те самые палестинские дети, не просто одни сами, в том числе с их мамами, и эти мамы торжественно ликовали 7-го числа оттого, что их сограждане напали на Израиль, что есть эти палестинские дети в израильских больницах. А кто об этом знает, кроме израильтян и арестовича, которые немножко понимают в израильских делах? Это весь мир должен знать, понимаете, да? Вы должны завалить соответствующие видеопродукции, все вокруг. Я даже больше вам скажу, у нас лечили внучку Исмаила Хани, он возглавлял Санас в Газе, а у нас лечили и жену Махмуда Аббаса. Это известно, и это надо показывать, рассказывать всем. Должен быть непрерывный видеоряд. Вот израильский танк лупит в цель в Газе, и вот израильские военные, вернее, врачи лечат палестинских детей по максимуму. Вот мы строим этот самый, строим им очередной опреснительный завод и какие-то там дома в Египте вложить туда деньги, понимаете, и так далее. Это должно быть четкое понимание, что Израиль, месседж какой должен быть, получать картинку, международное сообщество, враги Израиля, друзья Израиля. Смотрите, Израиль найдет способы уничтожить тех, кто прячется за спинами женщин и детей. А вот женщина и детей, он найдет способ сберечь, вылечить, помочь, компенсировать, обучить, как бы за их юбки не прятались террористы, не пытались стрелять из них. Потому что Израиль самая гуманная армия мира. Знаете, Алексей, в чем проблема? Эти женщины при этом будут продолжать ненавидеть евреев и воспитывать этих своих детей, которых мы лечим, для того, чтобы они однажды взяли в руки оружие и пошли убивать этих евреев. Да, и у вас нет выхода. Но если мы уберем власть Хамаса, может быть, через какое-то время это изменится? Выход один. Вся эта история началась, когда почти заключили мирный договор между Израилем и Саудовской Аравией. И мирный договор между Израилем и Египтом и Орданией при всех сложностях отношений и желанием попакостить даже Израилю, даже заключив мирный договор с ними, все равно компенсировал непосредственно угрозу со стороны Египта и Орданией. Они так или иначе блокируют деятельность организации до некоторой степени, направленных против Израиля. Сейчас бы было Саудовской Аравии, потом еще с парочкой стран, глядишь. И угроза бы постепенно уменьшалась, в том числе риторика бы уменьшалась и так далее. Но это шансы на заключение мирного договора в перспективе. Ближней нет. В дальней перспективе тем больше. Чем больше все эти страны будут понимать, что террор с Израилем не пройдет. Убьем, уничтожим, достанем, догоним через 5 лет, через 10 и так далее. Никто, кто тронул израильтянина в живых, не останется. Рано или поздно. И это очень способствует мирным переговорам и пониманию всей тонкости момента, поверьте мне. Кроме того, Хамас, смотрите, Хамас это же явление, существующее только потому, что существует сектор газа. Если бы не было сектора газа, с его специфической застройкой, всей материальной и нематериальной основой его существования, начиная с катарских денег и европейских денег, которые туда засыпаются и которые Хамас отбирает, строит свою криминальную экономику, заканчивая самим фактом существования анклавы, этого анклава не должно быть в том виде, в котором он существует. Но тогда не получится возможность самого Хамаса. С Западным берегом справляться намного легче, там совсем другая ситуация. И когда были у вас две проблемы основные на территории, это сектор газа и Западный берег, не будет сектора газа как крепости Хамаса террористической, с возможностью ее восстановить через 10 лет, опять повторить тоже сюжет. Вот этого не должно быть возможности повторить сюжет. Сектор газа равно крепости террористических группировок Хамаса, исламского джихада и так далее. То есть, вам справляться будет с Западным берегом и контролировать его намного легче, намного. И это уже очень существенный шаг вперед, компенсация. Так у него не должно быть сектора газа не как место для вознебрителей, а как опоры террористической группировки. Ни одного бункера не должно остаться, ни одного производства, ни одного хамасовца, ни одного бляха вообще враговного человека, который может криво посмотреть на Израиль. А мирные они есть, мирные. Они могут царапаться ногтями в больницах, они будут праздновать очередной теракт, но это не десятки тысяч ракет, летящих в Израиль, вы же понимаете. И не тысяча обученных чуваков, выбегающих из-за забора, да и расстреливающих женщин и детей от пуза из автомата. Это совсем другой характер угрозы. Это смена исторического ландшафта. Газа не должно остаться как террористического оплота. Вот задача операции. Я полностью согласен. Еще один вопрос, интересно ваше мнение на основании украинского опыта. Это критика правительства во время войны. Вот у нас сейчас у всех, абсолютно у всех такое понимание, что и правительство, и силовики, и армия, спецслужбы все допустили огромный-огромный провал. Огромный-огромный провал в своей работе, оценке и так далее. И у нас вот два таких противоборствующих мнения. Одни говорят, не надо критиковать правительство, пока идет война, давайте дадим им возможность спокойно управлять войной, командовать армией, принимать решения. Другие уже вовсю критикуют, особенно семьи заложников. Они уже такие вещи говорят, что процесс уже пошел. И когда им говорят, что типа подождите, после войны начнем, они говорят, мы еще не начинали. То, что будет после войны, это им даже не снилось. Вот что вы можете сказать по этому поводу? А чего боятся критики? Такой встречный вопрос, разрешите? Правительство, что это вышло? Расколы в обществе нарастающего. Да, расколы в обществе опять сейчас вернется. Хорошо, то есть критика как способ формирования общественного мнения, общественное мнение как форма, как способ формировать политику. Так это делается иначе. Это делается не за бредом критики, а внятностью политики. Понимаете, да? Оно все по кругу оббегает, и тогда говорят, вы нас критикуете, мы не можем проводить определенную политику в жизни. Так знаете, как критика компенсируется? Проводить адекватную политику, и что? И все, и вопрос закрыт. Кольцо размыкается. Это очень ложная установка на отсутствие критики. И зависит это не от народа, и не от семей, и заложников и погибших. Это зависит от адекватности правительства. Понимаете, да? От его действий. Когда оно говорит, ребята, мы виноваты. И после войны мы устроим комиссию по расследованию самих себя. У нас была комиссия Агнарата, у нас была комиссия Винограда. Аграната. Аграната, да. Мы уходили в отставку и так далее. Будет сейчас и так. Мы сами себя расследуем наилучшим образом. Будет создано как бы с привлечением всех рода независимых специалистов, отставников и так далее. Комиссия, которая адекватно расследует. Мы все уйдем в отставку. Кто-то сядет из нас в тюрьму и так далее. А пока мы воюем ради вот таких, таких и таких целей. Мы сейчас не будем менять, например, глав военной разведки Израиля, Шабака, Шенбета, проваливших там этот самый. Хотя Рон, как его фамилия, который глава Шенбета, он же высказал, что он публично принял на себя долю вины. Это, кстати, очень удивительный, очень смелый поступок. Вот он его нашел. Он нашел себе это мужество. Но логика же очень простая. Могу сразу сказать израильзянам, которые нас слушают, что человек, который компенсирует свои ошибки, начальник спецслужбы, например, армии, у него мотивации гораздо больше добиться успеха, чем у нового, поставленного в заменах. Поэтому моя позиция такая. Всем надо дать довоевать. Но вот в Украине заменили министра обороны. В Украине заменили министра обороны. Но я вам скажу, мы можем посмотреть на наших противников. В России шесть командующих армии под уголовными делами. И это непосредственно сказывается на качестве управления. Российская армия совершила качественный скачок, и под Авдеевка она воюет совершенно иначе. То есть мы видим перед собой новую российскую армию. За полтора года все-таки они научились. Раньше они немного опережали, сначала они провалили все уровни от стратегического до тактического, потом они на стратегическом приняли ряд решений, начали нас опережать, но мы по-прежнему лупили их на оперативном и тактическом. Сейчас они уже на оперативном и на тактическом начинают догонять и компенсировать. Вот что такое длинное время данное врагу, вот что такое дать врагу возможность осознать ошибки. И вот что такое застыть в положении, а нас нельзя критиковать. Нельзя критиковать, в результате враг делает выводы, а мы не делаем выводы, понимаете. Моя позиция очень простая. Вы можете соглашаться, не соглашаться. Но раз вы ее спрашиваете, я вам скажу. Всем дать довоевать. Ну, кроме таких балбисов, которые командовать не умеют. Всем главным спецслужб и так далее. Пообещать обществу разборку с посадкой тех, кто виноват. В тюрьму должны люди сесть. Понимаете, да? Кто такое допустил. Но сначала они довоевают. Довоевать они должны по внятным, понятным целям. Правительство все время с коммуникацией сообщества. Он говорит, мы делаем... Смотрите, что такое стратегическая коммуникация? Вот я вам скажу, как человек, который немного в ней понимает. Как бы, да? Это когда народ понимает, какая генеральная цель. И что означает каждый шаг и каждое заявление правительства. Оно должно быть четко увязано. А что? В достижении генеральной цели. Он говорит, мы сейчас вышли и заявляем это, чтобы генеральная цель. Мы сейчас сделаем это, чтобы генеральная цель. Каждая ракета влетающая должна быть связана с генеральной целью в коммуникации. Каждый палестинский ребенок на руках у израильского врача должен быть связан с этой генеральной целью. Вы мне скажите, а такой диалог идет с обществом? Нет, нет. Можно сказать, что мы продвигаемся к началу этого диалога. Вопрос тогда. Тогда критика неизбежна. Если нет прямой коммуникации от правительства, то будет от властей, то общество будет требовать эту коммуникацию снизу. А на стороне погибших, на родственниках погибших взятых заложники, моральная правота, которой нет у правительства, которое оно потерял. Понимаете, да? Поэтому их голос будет слышен в 10 раз сильнее, чем голос правительства, которое пытается оправдываться. Что делают чиновники всех временных народов, в том числе израильские? Они прекращают коммуникацию. И критика ужесточается. Смотрите, это ложная постановка вопроса, можно ли критиковать правительство во время войны. Надо правительству коммуницировать так, чтобы критике не нужно было. Критика – это попытка матерей, которые смотрят на своих сожженных детей, если они вообще живы остались, бабушек и дедушек, докричаться до правительства. Понимаете, да? А надо сделать так, чтобы не было такой необходимости кричать, чтобы правительство было раньше, чем человек и говорилось с человеком, и с обществом раньше, чем человек успел начинать кричать. Надо сказать, ребята, мы, смотрите, мы находимся перед перспективой крупной войны. На нас оказывается разнообразное давление. Мы ведем переговоры с разными странами, официальные и неофициальные, для того, чтобы спасти заложников разных стран, сохранить международную поддержку. АМАЗ будет уничтожен до конца, как бы на нас не давили. Для этого мы проводим сейчас формирующие операции в секторе газа. Вот военные эксперты, которые сказали, еще чуть-чуть и пойдем в наземную операцию. Те, кто пользуются доверием, да вообще все на телевидении. Бесконечное общение с родственниками жертв. Собирайте их, объясняйте, компенсируйте. И самое главное, что нужно сказать, что виновные понесут ответственность. Политик должен найти мужество, Антониагу, все остальные министры выйти и сказать, что ребята, мы посадим самих себя после этого. Но сейчас дайте довести операцию до конца, потому что цена вопроса вступления в войну Ирана. Возможно, Египет, он в табу ракета попал, и Египет там карами небесными грозит, хотя это все, это еще все полемика. Как бы на Хизбалла и так далее. Если сейчас Хизбалла вступает, Хизбалла не Хамас, к ней присоединяется Иран, и возможно, там проиранские силы Сирии, то это будет похлеще с 73-го года. Поэтому давайте так, мы будем адекватно воевать, и дайте нам эту возможность, и адекватно с вами коммуницировать. А все разборки, когда победим? Америка с нами, все люди с нами вперед до окончательной победы, ничего кроме пота, крови и слез, и последующей комиссии, которая нас всех посадит, мы обещать не можем. Я бы сделал так. Я бы вышел и сказал, я пропустил, как премьер-министр, я не справился с ситуацией, я сам себя посажу, а пока я верховный главнокомандующий или главнокомандующие, дайте довоевать. Нам надо протащить за волосы Израиль сейчас, и наших противников через библейский разлом нашей истории, грубо говоря. Вот когда мы это сделаем, тогда я соберу комиссию, и пусть эта комиссия вынесет, может быть, нелецеприятный приговор и посадит меня нахрен на 20 лет. Но сейчас дайте довоевать, сейчас точно не смена. А пока мы будем с вами говорить, мы будем объяснять вам каждый шаг, мы будем общаться с вами, я встречусь с родственниками погибших. Скажите мне это в лицо, я не буду от вас прятаться. Я буду слушать вас каждый понедельник с 10 до 12. Вот вы говорите, Алексей, что российская армия изменилась в лучшую сторону, но вот в Белом доме заявили, вот этот самый Джон Кирби, который пресс-секретарь Совета по национальной безопасности, заявил следующее. У нас есть информация, что российские военные фактически казнят солдат, которые отказываются подчиняться приказам. У нас также есть информация, что российские командиры угрожают расстрелом целых подразделений, если они пытаются отступить от огня украинской артиллерии. А что, вот в этом плане ничего не изменилось? Мы слышали про все эти заградотряды, но американцы официально это озвучивают, значит, у них есть какие-то доказательства? Да, доказательств полно, но только вы поймите, что путинский режим бесчеловечный, но эффективно. Они предельно, вот смотрите, разрешите, так сказать, на скользкий лед психологии массовой стать на время. Потом вернемся к трезвости и рациональности. Вот немцы предельно рациональны внешне. Подсознательно они предельно иррациональны. Фауст, легенда о Нибелунгах и так далее, и так далее. Ну, и даже просто некоторые бытовые привычки в виде, например, личной жизни, специфики личной жизни немецкой. Русские, они прямо противоположны, россияне, точнее. Они предельно иррациональны, внешне загадочно русская душа и так далее, и так далее. Но внутри вся логика настолько рациональна, что ощущение, что ты имеешь дело с электронной машиной. Я не могу назвать ни одного иррационального шага. Да, они людоедские, но они предельно рациональны в рамках тех, в том числе призы в ЗК, например, в рамках тех создания заградотряда, в рамках тех действий, которые не проводят эту логику. Она людоедская, она бечеловечная, но она бесчеловечно-рациональна. Поэтому, да, заградотряда, они воюют и так далее, и так далее. Но я для... Вот смотрите, есть очень хороший показатель. Надо, чтобы понимать, что происходит на фронте, слушать голоса перехватов радиоуправления, вернее, боевого управления силы средств сторон. Вот кто больше истерит, тот проигрывает, даже если наступает. Если вы будете слушать перехваты российских войск, то даже попавших на направление нашего главного удара, то там очень много спокойных голосов, которые говорят работаем. Ну, укроп прет, сейчас работаем по укропу, все нормально и так далее, и так далее. Там есть, кому воевают. Понимаете, да? Линейное подразделение, СДК и так далее, и так далее. Они воюют, они воюют не за Путина, они воюют за величие России, так как они его понимают, за православие, за все остальное. Это мотивированные люди, которые воюют хорошо. И они нас ловят пятый раз на одну и ту же психологическую ловушку только за эту войну. Абдеевка пятый город, который берется сейчас по одной и той же схеме. Смотрите, что сделали российские генералы. Они позволили нам провести неудачное наступление, завязанное, понести потери. Они размотали нас на линии Купинск-Клещеевка, и они глупили под Абдеевкой. До этого мы их разматывали, теперь они нас размотали как сынков. И теперь мы в режиме хватаем мешки, вокзал отходит, пытаемся это все компенсировать и так далее, и так далее. И вы знаете, да, я скептичен относительно нашей возможности удержать Абдеевку. Удержим, чудо. Как бы, да, Господне, будем все радоваться. Но по начертанию того, что мы видим на поле боя, обычно такие охваты не удерживаются. Нельзя удержать оборону такого начертания. Посмотрим. И посмотрим. Влипнем, небо, в очередной сюжет. Они учатся. Они приняли стратегические решения. Они научились на оперативном уровне. Они научились на тактическом уровне. И мы сейчас имеем, вот, с Авдеевское наступление, мы перед лицом совершенно другого противника, нежели мы воевали в самом начале, когда они сюда приехали с парадной формой, нежели мы воевали до этого, когда они искали приемы и способы войны с нами. Вот смотрите, вам показатель. Когда Суровикина считают идиотом и дуботолком, но когда понадобилось принять нелегкое решение вывести войска с правой берега Херсонщин, что сделали они? Они вывели. Не дали попасть в ловушку. А мы пятые попасные. Бахмут, Солидар, Лисичанск, Северодонецк и сейчас Авдеевка. У нас всегда одно. Русские тупые, мы их массово уничтожаем. Ну да, обходят немножко по флангам, но то такое. Мы справимся туда-сюда. Зэки, Вагнера, мы их тысячами убиваем, убиваем, убиваем. Ой, оказывается полуокружение, простреливаются дороги, но наши герои, они не сдаются. Мы туда гоним героев и технику, потом все это там остается под развалами концентрированной российской военной мощи. А мы просто, потому что неудобно сдавать, уже объявили крепость Бахмута. Недооценили соперника. Политический проект. Пятый раз подряд они нас ловят, потому что они знают. Они нас перед ним ловили на Иловайск, на Дебальцево и на Донецкий аэропорт. По той же самой схеме. Когда уже по военной логике давно надо было отвезти, а мы продолжаем героически. У наших тоже есть такой грех. У наших тоже такое было отношение. Ну что там эти хамасники? Ну какие-то там бордачи с пулеметами на пикапах. Так вы думаете, Вагнер готовил боевиков Хамаса? Это пусть устанавливают израильские спецслужбы. В принципе, проблемы никаких нет. Подготовить их, потому что в Сирии в Адмара полно, а Хамасу в Сирию невеликая проблема. Правильно? Алексей, еще одна из самых тяжелых тем для всего израильского народа, это, конечно же, заложники. Вот буквально час назад официальный представитель ЦАЛИ сообщил, что число захваченных людей в Газе выросло до 229. Напомню, что до сих пор проходит идентификация, опознание, сравнение списков, и таким образом, именно по этой причине количество заложников неустанно растет. Вот это самая большая для нас боль и самая большая проблема, в том числе, может быть, причина, почему не начинается до сих пор наземная операция. Как разрешить это противоречие? Идти сейчас в Газу, проводить там сухопутную операцию или в первую очередь освобождать заложников? В израильской армии существует протокол на Аль-Каннибал, правильно? Но он уже не работает, потому что этот протокол работает в момент захвата заложников. В момент захвата заложников, но он говорит, что израильское общество имело в себе мужество отдать такой приказ своим военным. Кто не знает, кто нас смотрит сейчас, не израильтяне, это есть протокол, по которому израильские солдаты при попытке захвата или там только-только захватили и уводят израильского военного, разрешают уничтожать захватчика вместе с захвачен стоит уточнить что вы раз подчеркнули военного все-таки захвачены лица в том числе безусловно но это показывает что израильское общество имело мужество дать такое распоряжение потому что ни одна страна мира такое распоряжение до сих пор не отдала это при том при всех слухах и сплетнях ходящих о том что израиль ну так вот дрожит за каждого солдата что прямо вот разлетает ему в плену рассказать все военные тайны это один из мифов существующий процехал никаких военных тайн ему никто не не разрешает рассказывать так же как ни в одной армии мира так вот в чем в чем нюанс а как на как на чем основан этот протокол на том что захват его в плен причинит гораздо больше ущерба государства израиля народу израиля чем если уничтожить сам израиль теперь мы берем заложников мы перед очень такой нехорошей дилеммы торговаться с хамасом еще два года теряя инициативу лицо и вообще все на свете да и просаживая международную позицию становились вообще объектом объекта манипуляции со стороны даже не иордании даже не египта даже не ирана а просто бородатых пидорасов простите да которые которые живьем додвигают младенцев до израильских на вот либо тогда уже выйти и сказать друзья мои мы начинаем наземную операцию несмотря на угрозу жизни заложников потому что мы не можем позволить себе стать объектом шантарта со стороны мелкой пакостной террористической группировки и я премьер-министр израиля принимаю решение рискнуть жизнями заложников хотя основной целью одной из основных целей операции в газы будет что освобождение заложников до освобождения под и часть из них погибнет я принимаю это решение потому что цена вопроса отсутствия наземной операции хуже и болезненной обойдется для нас всех чем гибель 200 этих самых 200 даже заложников 229 я готов встретиться с родственниками заложников сказать им это в глаза я обещаю вам уйти в отставку и там уйти из политики навсегда например потому что я допустил эту ситуацию но сейчас я принимаю такое решение как командующий силами обороны израиль в рамках интереса страны в рамках интереса на израильского народа и в рамках того чтобы мы никогда не становились будучи заложниками таких ситуаций увы мы вынуждены пожертвовать вынуждены под это я говорю вам как майор армии спецназа армии обороны израиля каковым является на донегу брат которого погиб да в энтебе тоже освобождая заложников этому надо сказать это моя семейная история я принимаю я такой же как и вы понимаете да мы все в одинаково это все это он уже это сказал вспомнил брата но так пожертвовать частью заложников или всеми заложниками это он не сказал потому что это в израиле просто было бы воспринято как зиму так надо сказать иначе надо сказать что мы идем освобождать заложников наземная операция нужна для того чтобы освободить а часть может погибнуть увы так и так и есть надо тогда признать что этот сам у нас есть часть наших силовиков которые говорят что именно как раз таки наземная операция поможет нам освободить заложников смотрите так это же понятно смотрите по логике во первых это у них появляется шанс, к ним идут антитеррористические подразделения, специалисты по освобождению заложников. Раз. Второй момент. То, что они сидят, эти заложники используют как говыщит во время бомбежек, это что же им здоровья не добавляет? Два. Заложников брали для того, чтобы менять на пленных хамасовцев. Так эта опция остается. Чем больше пленных хамасовцев вы наберете, тем больше возможности обменять заложников. Часть заложников может быть не в Газе, например, где тоже перевезена, понимаете, да? Или, например, не дадут по сумме причин те же американцы довести операцию до конца. Ну, только тогда у вас будет 3000 пленных хамасовцев или 5, и вы сможете менять на заложников. Или, например, очередное перемирие. Две недели повоевали, перемирие, давайте менять заложников. Это все увеличивает возможность их освободить. Это все нужно разъяснять народу. Опять же, к вопросу о стратегической коммуникации. Да у нас и так есть заключенные в тюрьмах террористы? Ну, так еще наберем, потому что если идет один к тысяче, то нам нужны новые тысячи, понимаете, да? И так далее. То есть есть логика, по которой можно объяснить, почему мы идем в Газу. Мы идем спасать заложников. Мы идем создавать ситуацию, когда их можно обменять. 229 тысяч мы не прокормим. Ну, условно, понятное дело, да. Понятно, о чем мы говорим. Алексей, спасибо вам огромное. Спасибо, что нашли время и смогли присоединиться к нашему эфиру. Приходите к нам еще. Всегда рады вас видеть у нас. Спасибо. И приезжайте. И приезжайте. Наши сердца с вами, вы же знаете. Мы за вас. Алексей Арестович, военно-политический обозреватель, был в эфире Лучшего радио. Спасибо большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.